Рядом с Кремлем на месте убийства Бориса Немцова регулярно разрушают народный мемориал. Уносят цветы, ломают таблички «Немцов мост». Похожее случилось и в Мюнхене. Там неизвестные разгромили и сожгли мемориал памяти Бориса Немцова рядом с консульством России. Местные жители уже обратились с заявлением в полицию и установили рядом камеру наблюдения. Теперь этим делом будет заниматься немецкая полиция. А как защищают мемориал Немцова от вандалов и городских служб в Москве, знает наш корреспондент Вадим Кондаков, который провел с защитниками Немцова моста всю ночь. Среди людей, идущих по Большому Москворецкому мосту, деловито снимет человек. Жилетки цвета хаки с совком и веником в руках. Стараемся, несмотря на погоду, держать идеальную чистоту, чтобы не было никаких лишних нареканий. Надир и такие же, как он, добровольцы – это новая русская загадка. Метут, но не дворники, охраняют, но не сторожа. Просто граждане, которые хранят память о Борисе Немцове. Россия потеряла великого человека. Для нас он вообще святой, потому что он принял мученическую смерть за Россию, за свободу, за свой народ. Большинство проходящих мимо с интересом разглядывают фотографии и таблички, лежащие на асфальте. Но случается, приходят и те, кому все это не нравится. Их бесит то, что люди сюда приносят цветы, люди приносят свечи, портреты. Начинают там ногами разбрасывать букеты, акты вандализма, плюют иногда. Но мы, конечно, вступаемся, стараемся мирно, но защищаем мемориал, как только можем. Уже несколько раз на них нападали неизвестные. Вот, как на этих кадрах. Вдруг ниоткуда появляются мужчины и женщины с георгиевскими ленточками. И буквально разоряют народный мемориал. А полиция при этом спокойно наблюдает за происходящим. Я пресекать правонарушение не нужно? А какой здесь правонарушение? Стражи моста, как их уже окрестили, к таким набегам привыкли. Что говорить, если даже вполне официальная городская структура, гормост, под видом наведения порядка, тоже проводят свои спецоперации. Не знаю, так как это гормост ментов, наверное, нет смысла вызывать. Пока мы беседуем, холодный северный ветер продувают буквально насквозь. Но Надир говорит, что готов дежурить здесь до тех пор, пока столичные власти не установят на месте убийства Немцова хоть какой-то памятный знак. Мы уже готовимся к зиме. Закупаем валенки, тулупы, термобелье. Пока есть возможность, мы будем сюда приходить. Таких стражей, как он, около ста человек. У них есть график дежурств и специальный чемоданчик с подручными инструментами, ножницами, зажигалками, скотчем и запасными свечами. Горячий чай приносят из дома, а воду для цветов берут из пожарного гидранта. Немножечко взяли водички. На это дежурство Надир пришел еще засветло, а уйдет, когда город уже будет спать. И ночью, в случае опасности, вся надежда только на подручное следство. Это видеорегистратор, конечно. Если есть какое-то хулиганство, какие-то агрессивные действия, видеорегистратор мы включаем. У всех наших дежурных свистки, чтобы, так сказать, звать помощь. Здесь все-таки рядом Кремль. И все-таки здесь большая плотность правоохранительных органов. Хотя и свисток, и видеорегистратор, и вера в плотность правоохранительных органов, это все больше для самоуспокоения. Ведь близость к Кремлю, похоже, уже не является гарантией безопасности. Вадим Кондаков, Станислав Пеофанов.